здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас панамка девчонки навеянная идея прада украденная сварованная но уже ее вязали моя интерпретация она конечно там не будет ни надписи не треугольника прада я просто взяла идею вот приблизительно ну хотя их много сейчас этих панамок и вяжут и сьют вот самая удачная модель еще я почему я ее связала это предисловие я вам сейчас просто расскажу потому что я увидела в h&m такую панаму померила она мне понравилась вот пока я собралась ее покупать ее уже не было а так как отпуск у меня подходил то я уже прямо на море связала панаму девчонки и вязать буду из желтого не пугайтесь вязала вязала как раз таки в отпуске потому что я связала вот эту вот и так она мне понравилось что я начала вязать из той пряжи которая у меня была alize cotton gold вот если хотите из этой ну хотя я не советую вот ну говорю потому что вязала я из этой ну сам мастер-класс из этой пряжи ну я ее распустила вот поэтому вот показала если вдруг вы будете вязать из этой тут три сложения я вязала в 2 поэтому она получилась как шапочка не панама но вот это вот что мне очень понравился сам вот этот оригинал и держит форму и и вообще в ней не жарко и в ней как раз она для пляжа хорошо и так мне понравилось и разутюжит она прям и поля держится но все как надо понимаете все как для этой панамы нужно то вот это вот пряжа это есть чехи мне удалось купить но вязала из нее кардиган и вот у меня осталось два матка вернее три осталось но ушло у меня ровно два матка ну там чуть-чуть осталось но два матка девчонки 220 метров 100 граммах вот но я вязала два сложения это значит что если вы будете покупать другую пряжу на эту панаму ориентируйтесь на длину 220 метров если в одно сложение то это 110 метров но всего у вас уйдет на панаму 220 метров поняли дай о чем я говорю вот показатели здесь хлопок а еще полиэстер я думала что здесь один хлопок это какой-то эко-катон он переработан цвет у меня 768 вот дешевая она довольно таких чили для чехи это дешево 40 кром один моточек вот и два матка если это девчонки вообще идеально я не знаю спрашивала я у леночки в украине нет на складах этой пряжи в россии может есть на общем попытайтесь я лично я в магазинчике это просто купила может это остатки не знаю ну и соответственно рафия девчонки так как я здесь ее купить не могу вернее я купила натуральную вот в таких вот кусках это я вам сниму видео как я вязала я связала и панамку и сумку из нее вот но но это что-то чем-то это целая эпопея с этой рафии но в общем заболтала я девчонки вас давайте по факту значит два матка пряжи крючок вы знаете что я и спицы и крючок я люблю что петли свободно передвигались вижу не туго поэтому я вязала три с половиной вам же я порекомендую пятерочку если вы туго вяжите я вижу так вот свободно но в любом случае пробуйте я вам сейчас скажу сколько у меня 5 столбиков с накидом 5 сантиметров вот чтобы вы ориентировались на образец 1 2 3 4 5 6 7 8 8 столбиков с накидом у меня в 5 сантиметрах вот ориентировочно на эту плотность рязания вы и отталкивайтесь от от этой плотности если вам нужна чуть больше шапка то возьмите толщий крючок если меньше то тоньше пряжу меньше крючок если допустим детская общие параметры этой вот шапки от макушки тоже ориентировочно в конце я вам покажу на манекене мужчине на манекене женщине и на себе 24 сантиметра как бы от макушки вниз ширина самой шапки вот здесь вот вот какая-то она получилась универсальная подруга отдела 54 сантиметра знаете это я не померяю тут надо вот здесь вот мерить упалить 56 сантиметров еще вам в помощь утюжочек это кстати разутюжена вот где будет в конце фотография на мне то там она только связано и вообще я пальцами там поля чуть-чуть подровняла вот так вот и сфотографировала на себе вот ну в принципе все сказала размеры сказала сам сами поля у нас пять с половиной сантиметра ну вот вот так вот у меня как раз все все чеки бомболейл так что еще вот мой черновик по которому я вязала и писал переписала всю вот схема хотя я думаю вам будет проще я там все прописываю сколько в общей сложности там своя система чтобы вот это все не считать не считать ориентируемся по рядами и по видео но на всякий случай давайте вот так вот чтобы вы заскринили если кому удобно такая такое чудо то вы конечно его за скриньте ну а это описание ну а дальше у меня идет видео крючок я сказала три с половиной миллиметра вот и погнали что я сказала про рафию можно еще из рафии я думаю как раз вот в эту плотность она прекрасно впишется если у вас есть возможность купить либо у вас есть пожалуйста я думаю это панама будет вообще идеально из рафии вот вот ну вот такой вот у меня вступление длинная но я у меня просто эмоции переполняют я не ожидала что она такая классная получится вот поэтому и действительно меня переполняют эмоции поэтому я вот так вот и трещу в принципе все девчонки начинаем мастер-класс по петельной все у меня там каждый ряд каждая петелька поэтому я думаю даже те кто в основном то у меня вязальщицы спицами поэтому мастер-класс вот для самых начинающих которые совсем не вяжут и поверьте мне за день бою и скрутите все девчоночки начинаем и так я вижу из бэбиков катон голд в 2 сложения значит делаем слепую петлю вот так вот обзорачиваем и вот здесь вот отсюда где-то в половине и и начинаем вязать захватываем первую петлю она в принципе у нас вот смотрите захват и провязывая столбик ну то есть воздушную первую воздушную петлю с этого захвата 2 воздушная петля и 3 воздушная петля 3 воздушные петли далее 13 столбиков с накидом накид захватываем эту в это кольцо провязывать сначала 2 петли далее еще ты еще раз показываем накид к себе вытягиваем петлю 2 и 2 всего 13 вот это число воздушной петли мы не считаем то есть у меня 2 еще 11 проверяю это не считать это не считаю петли 5 раз два три четыре пять шесть семь восемь здесь 11 12 13 так теперь мы это кольцо стягиваем и соединяемся соединительным полустолбиком вот здесь вот у нас воздушные петли 1 2 3 и в третью петлю продеваем крючок вытаскиваем и сразу же соединяем с петлей это первый ряд второй ряд 3 воздушные петли подъема 1 2 3 ведь одна ниточка среди 1 2 3 и далее столбики с накидом 1 столбик с накидом мы вяжем в ту же дырочку за которую мы прихватили вот эту вот соединили кольцо здесь получится как бы из одной дырки 2 столбика но это не столбик а петли подъема столбик с накидом следующую петлю далее 2 столбика с накидом следующую петлю из одной петли 2 столбика с накидом 1 и 2 эти они из одной петли из следующей петли 1 столбик с накидом 1 далее 2 столбика с накидом и так чередуем 2 1 2 1 и заканчиваем мы одним столбиком здесь вот смотрите вот это уже сюда не вяжем здесь нужно соединяем всего столбиков у нас здесь 20 соединяем перепроверяем по количеству столбика чтобы вы не связали в это не вязали в эту петлю здесь не нужно далее снова третий ряд 3 петли подъема снова мы в третьем ряду вяжем в этот же столбик первую первый столбик в эту же дырку и точно так же из 1 1 вывязываем 1 со следующего вывязываем 2 1 2 1 и со следующего следующего 2 смотрите 1 из этого 2 уже 2 и из этого 1 и так до конца ряда чередуем 1 2 1 2 и так в конце ряда так и в конце вот 31 петля она у нас одиночная ну то есть всего 31 петля здесь не считая вот этих петель подъема перепроверьте заканчиваем мы столбиком без накида одним дырочку далее соединяем снова соединительным полустолбиком четвертый ряд 3 воздушные петли и вяжем точно также вторую отсюда петлю одну одиночную все точно так же как и предыдущих двух рядах одну двойную из этой 2 1 2 и 1 одиночная один раз и двойной и так далее до конца ряда и и и и и и и и последняя петля 47 просто столбик всего 47 столбиков с накидом здесь в этом четвертом ряду и соединяем точно также так пятый ряд 3 воздушные петли подъема 3 далее то же самое в ту же петлю первый столбик с накидом далее два столбика одиночных 1 1 далее следующий 2 и теперь двойной через два одиночных столбика здесь один и него же 2 ось накид забыла и 2 так слова два одиночных 1 2 и двойной 1 2 то есть вот два одиночных двойной 2 одиночных двойной и так до конца ряда 2 так конец ряда у нас заканчивается пятый ряд 2 из 1 и 2 столбика 1 всего 63 столбика с накидом у нас по кругу и соединяем пятый ряд 6 ряд и воздушные петли опять первые вывязываем из той же дырочки далее у нас 5 столбиков одиночных 1 2 3 4 5 далее двойной 6 двойной 1 и 2 1 2 5 одиночных и так до конца ряда 5 одиночных и двойной 6 двойной так и в конце шестого ряда у нас тут двойная и три столбика с накидом последние 1 2 3 и соединяем это у нас 6 ряду 7 ряд 3 петли подъема здесь мы уже сюда не вяжем здесь вяжем сразу же 67 столбиков без накида 7 раз 3 ой забыла сказать вот в шестом ряду у нас 74 столбика с накидом всего вот по по шестому кругу и так здесь у нас 3 4 4 5 6 7 и далее двойной 1 2 2 2 снова 7 раз 1 2 2 3 4 5 6 7 и двойной 1 1 2 и так далее до конца ряда и так конец 7 ряда заканчивается у нас одна двойная и 2 одинарные и всего в седьмом ряду у нас 83 петли 83 столбика вернее с накидом 1 и 2 двойная все по схеме замыкаем здесь кольцо далее два ряда мы вяжем ровно то есть делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем из каждого столбика здесь уже не вяжем вяжем со следующего начинаем вяжем без добавления то есть на один столбик один столбик никаких добавлений все один к одному и вяжем ряд 8 и 9 ряд мы вяжем ровно я вижу ряд по кругу до конца и в конце ряда вот в последний мы не вяжем помним да все точно так же и здесь в третий столбик мы соединяем соединительным полустолбиком так всего у нас здесь 83 петли ничего по общему количеству ничего не поменялось далее еще вяжу девятый ряд точно так же 300 воздушные петли подъема и далее 83 столбика здесь вот смотрите цепочка на цепочка здесь вот она у нас петля первое и 83 вяжем в конце ряда снова замыкаем кольцо опять же повторюсь сюда мы не вяжем вот сейчас третью раз в третью воздушную петлю замыкаем так 10 ряд у нас 5 воздушных петель теперь раз два три 4 5 теперь смотрите одну петлю мы пропускаем здесь у нас воздушные петли над воздушными петлями одну пропускаем и в следующую вяжем столбик с накидом далее две воздушные петли 1 2 снова 1 пропускаем следующий вяжем и так далее значит две воздушные петли и столбик через столбик 1 пропускаем следующий вяжем и так до конца ряда и так в конце мы соединяем опять же видите одну петлю пропускаем провязали две воздушные петли подъема 41 всего раз у нас вот это 42 у нас петля ну как бы столбик имитация значит здесь раз два три в третью петлю снова полустолбика мы соединяем таким вот образом теперь снова 5 воздушных петель следующий ряд 3 4 5 и точно так же как 10 ряд мы вяжем далее продолжаем вязать повторяем 10 ряд 1 2 и в эту же петлю теперь мы не считаем потому что у нас между петлями есть промежуток из воздушных петель мы просто вяжем в эту петлю всего здесь вяжем 6 рядов вот такой вот сеткой значит это у нас 10 11 12 13 14 и 15 ряд 16 ряда мы начинаем вывязывать поля значит делаем опять же 3 воздушные петли подъема 1 2 3 далее что мы делаем вяжем петлю из воздушной здесь у нас две воздушные петли значит столбик с накидом 1 2 и 3 из петли далее в следующем квадратики мы одну петлю пропускаем вяжем из 2 и из петли то есть одну здесь у нас следующий по квадратика получилось 2 2 столбика с накидом то есть столбики забыла сказать вяжем столбики с накидом снова значит из каждого один столбик с накидом второй столбик с накидом и 3 здесь можно как бы всю захватить петельку 3 следующем пропускаем 1 пропускаем со 2 следующем у нас два столбика с накидом 1 и 2 и так по кругу мы чередуем 3 2 3 2 3 2 3 2 и так вот здесь вот девчонки если считать я уже провязала по кругу и остался у меня последний квадратик здесь у меня 103 столбика с накидом вот начиная отсюда заканчивая здесь и сейчас здесь провязываю в обе петли хотя мне нужно одну пропустить 103 104 105 и соединяю за третью раз два три за третью соединяю столбиком без накида по соединительным полустолбиком далее 17 ряд 1 2 3 воздушные петли подъема и вяжу просто столбик с накидом в каждую петлю так 17 ряд у нас вот есть 105 петель я провязала и теперь мы вот эту петлю если помните раньше мы ее не вязали в эту петлю здесь мы ее провязываем то есть у меня 106 петель 106 столбиков с накидом одну петлю мы добавляем так в каждом ряду это у нас 17 ряд соединяю я его далее делаю 3 воздушные петли и вяжу столбики с накидом из каждой петли то есть семнадцатом ряду у нас 106 столбиков так 18 ряд у нас здесь 106 петель и вот 107 мы вывязываем опять же то есть мы ее добавляем из той петли которую мы раньше не использовали соединительный полустолбик то есть здесь на 107 столбика с накидом в восемнадцатом ряду и 19 ряд 3 воздушные петли и вяжем столбики с накидом из каждой предыдущей петли все точно так же девчонки вот монтировала видео и конец 20 у 19 ряда вот кусочек но я же говорю я была в отпуске и он потерялся в общем здесь вот тоже как бы 108 петля она последняя тоже здесь как бы она добавилась но и соединительный столбик это как как везде и плюс я ниточку вот эту вот проделать сюда в конце так что простите уж простите вы смотрите покажу вам какое безобразие из этого получилось катунгу хотя не совсем безобразие я вам должна сказать ну нет не такое уж безобразие поэтому я его конечно распущу мне вот так вот ну очень понравилось прям из той пряжи прям идеально я думаю из рафии хотя вот для как для детей по нам очков два сложения я думаю и неплохо будет тут она не разутюжена ничего это просто все девчонки сейчас показываю на себе и на дядечке на манекене потому что я уже дома смотрите какая красота на манекенчике ну правда же красота вот я же говорю я после моего горького опыта с рафией натуральной вот с этой пряжей прям вообще ну такая панамусечка получилась шикарная вот шикарная на мой взгляд девчонки как вот вот как вы скажете я думаю вы со мной согласитесь и простенько все очень простенько и красивенько вот и на дядечке между прочим вполне себе я так чему я это говорю к тому что и размерчик такой как бы универсальный да поэтому класс я такая довольная я вообще и у меня такая такой ли то ли голова такая то ли лицо такое что мне не кепки не идут не вот эти не шляпа не панамки никакие вот это единственная та модель которую я могу на себя напялить и прекрасно себя в ней чувствую девчонки вот мне идет и я комфортно себя чувствую вот поэтому вот так вот она сегодня все девчоночки я с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока